На конференции Ягодного Союза в Сочи, которая проходила эти выходные, какие вопросы больше всего беспокоят производителей ягод в стране? Больше всего производителей ягод в стране вопросы, опять же, связанные с ценообразованием, даже больше с тем, как мы вообще к следующему сезону подготовимся. Потому что ягодоводы во всем мире, без исключения, в том числе и у нас, очень сильно зависят прежде всего от иностранной рабочей силы. Так получилось, что местные жители, ну понятно, что сбор ягоды от месяца до четырех месяцев, в зависимости от того, какая ягода. И там много производителей, которые имеют не только землянику, но потом имеют голубику, ежевику, жимолость вначале, после этого облепиху. Это такой бизнес довольно растянутый, но везде используется ручный труд, фактически. Если вы хотите получить качественную ягоду десертную, неважно какую, голубику или там малину или землянику, вы должны собирать ее руками. Пока никто не придумал механизмов, которые бы бережно снимали ягоду с куста или там с грядки и укладывали ее аккуратно. Поэтому всегда труд нанятых рабочих. Поскольку он неквалифицированный, этот труд, постоянные жители, то есть коренные жители обычно туда не идут. Ну потому что на месяц оторваться от основной деятельности, а потом опять идти на завод или еще куда-то. Поэтому это, как правило, приезжие. Ну в совхозе Ленина эти были приезжие, как правило, москвичи. Но, честно, поскольку он неквалифицированный, это люди такие, приходящие, знаете, как мужчин вообще заставить в поле довольно сложно работать. Это тяжелая физическая работа, она малооплачиваемая, ну достаточно малооплачиваемая по сравнению с доктористами или там с агрономами. Поэтому всегда приходили временные, они собирали немного, но они мотивированы тем, что 10% от урожая они брали себе. Их это устраивает. И сейчас это устраивает. Другое дело, что один временный собирает, например, ягоды 30-40 килограмм в день, а тот же постоянный работник, который постоянно занимается, 200-300, нет, 250, вот так. А, соответственно, эффективность одного работника, временного, пришедшего из Москвы, эффективность профессионального сборщика, конечно, абсолютно разная. Тут один за пятерых иногда даже работает. Поэтому все, без исключения, ягодоводы, зависят от иностранной рабочей силы. А поскольку в этом году, ну и прошлый год был тяжелым, а этот год не обещают быть легким, из-за пандемии этих временных работников не пускают, они, как правило, иностранцы. В Европе это румыны, поляки, русские, в том числе приезжающие в Финляндию студенты. А в Америке это портуриканцы, мексиканцы. У нас это, как правило, наши друзья из Таджикистана, Узбекистана. Поэтому это является главной проблемой сейчас для ягодоводов. Вторая проблема – это абсолютно бездарная политика нашего государства по отношению к сортам и вообще к ягодоводствам. Даже белорусы, мы в едином экономическом союзе находимся, они и то более к своим садоводам, ягодоводам более лояльны. У нас для того, чтобы новый сорт ввести в Россию, нужно огонь в воду пройти, медные трубы никто не обещал. Поэтому у нас нет доступа к новым сортам именно из-за государственной политики. Они никак не поменяют. На этом союзе мы обсуждали это все с начальником департамента Минсельхоза России по растеневодству, что сделать хотя бы белорусский вариант, чтобы можно было ввозить новейшие сорта земляники, поскольку мы, к сожалению, можем констатировать, что отечественных сортов просто уже не существует. Их просто нет. И можно было бы говорить о том, что они конкурентно способны, а не конкурентно способны. Их просто не существует. Государство за эти 30 лет угробило вообще всю селекцию, особенно в ягодоводстве. Поэтому ни новых сортов земляники, ни малины, ни голуби, которые могли бы конкурировать с западными сортами по качеству ягоды, по ее лёжкости, по различным другим параметрам, по вкусовым и не только. Их просто не существует. Поэтому откройте нам границы, если уж не можете обеспечить собственным посадочным материалом. И этот тоже вопрос не нашел никакой поддержки. Потом вопрос с средствами защиты растений. Те средства защиты растений, которые давно уже надо запретить, они еще разрешены у нас в России. А те, которые надо давным-давно разрешить, потому что они менее экологически опасны, их на сегодняшний день нам недоступны. То есть их нет в реестре, мы их ввести не можем. И поэтому пользуемся либо старым и нехорошим, а старое уже не производится. То есть ты фактически отрезан от всех средств защиты растений. И мы там обсуждали в том числе и биологическую защиту. Но опять же, это должна быть очень сильная наука, чтобы экологически правильную биологическую защиту растений можно было бы применять. И это тоже поддержка. Потом, конечно, мы живем в Ягодном Союзе, где я председатель. Просто из-за большой загрузности я пытаюсь сейчас уйти от этой должности. Мы всем говорим, что у нас самое старое, самое опытное предприятие, которое занимается ягодами в России, это все-таки совхоз имени Ленин. 102 года мы занимаемся ягодоводством. Таких предприятий фактически в России не осталось. И мы говорим, что, слушайте, вот мы же помним советское время. Закладка и уход за многолетними насаждениями, сады и ягодники, это многолетние насаждения, оплачивалось всегда государством. Государство должно было поддерживать это на уровне определенном, потому что, ну это, кстати, и в Европе делается. Вот, например, расскажу, почему поляки такие успешные с точки зрения производства яблок и ягод. 70% всех расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями оплачивало государство и продолжает оплачивать. 50% техники, которая покупается, а она специализированная техника, об этом тоже говорили, это мы не можем применить те машины, которые там для овощеводов, у нас специальные машины. Оно оплачивается в Польше тоже государством. 70% всех расходов, связанных с хранением, с модернизированными складами, с системами, в том числе и хранения в газовой среде, все оплачивается государством. В этих условиях можно развивать садоводство. И можно обеспечивать население, не только своей страны, но и всего мира, качественными яблоками. Поляки производят сейчас до полутора миллионов тонн, даже больше, по-моему, они только нам поставляли где-то миллион тонн яблок в Россию до введения в 2014 году вот этих вот санкционных мер. Но сейчас они тоже поставляют нам яблоки только через Белоруссию. Понятно, что белорусы не столько выращивают, сколько нам поставляют, об этом даже и президент говорит. Поэтому это государственная политика. А что такое ягоды? Это не просто деликатес, это здоровье. Это здоровье людей, потому что они должны питаться не только там морковкой и картошкой, но еще и яблоками, грушами, ягодами, малиной, голубикой. И вот там много было докладов после того, как я выступил. И рассказывали мировой опыт, сколько на самом деле ягод продается, каким образом. Я считаю, что там абсолютно правильное утверждение было, что нормальная рыночная экономика и в том числе нормальная страна должна обеспечивать полностью качественное питание. Без яблочных, без яблок, без соков, без напитков, без ягод невозможно обеспечить нормальное в 21 веке питание. Поэтому мы там обсуждали в том числе и рынки сбыта, там выступали азбука вкуса, магнит. Мы находили там какие-то общие точки соприкосновения. Всем хочется торговать именно отечественной ягодой, но если честно, отечественной ягодой сейчас на рынках в проданном меньше 10%. Павел Иванович, ну хорошо, вы как председатель ягодного союза и вообще само мероприятие, которое проходило конференция, оно какое-то коммуникет для правительства выработало, вы будете обращаться с предложениями? Тут две вещи. Первое, мы обсуждаем собственные проблемы, пути выхода из кризиса, потом мы обращаемся в департаменте сельхоза по растениеводству, они готовят по нашим предложениям в том числе. Ну, тут, знаешь, что касается, например, иностранной рабочей силы, то мы в меньшем, в меньшинстве находимся, потому что большей проблемой являются овощеводы. Их объемы выше, у них тоже очень много ручного труда, и поэтому мы вроде как вместе пишем в правительство, а правительство сидит и, ну, скажем так, ничего не делает, потому что принять решение такое достаточно просто и быстро можно. Но в таком же положении оказались предприятия, которые занимаются ЖКХ. Ну, если разобраться в Москве, я попробую найти русского или там какого-нибудь, скажем так, коренного жителя, который занимается уборкой территории. Ну, я имею в виду просто метет. Потому что, ну, трактористы, понятно, и у нас трактористы исключительно местные жители коренные, а вот для того, чтобы не квалифицированные кадры нанять, ну, к сожалению, это так. Это как, сейчас вы придете, найдете хотя бы одну уборщицу русскоязычную в школе. Но это, к сожалению, вот эти вот в Москве клининговые компании нанимают исключительно иностранную рабочую силу. И я, кстати, все время говорю, что, слушайте, у нас уровень зарплаты между иностранцем и отечественным работником одинаковый, то есть он не может разниться, потому что одни и те же тарифы. Ну, да, есть люди, которые вот под палящим солнцем, ну, генетически или там, не знаю, как-то могут собирать много ягоды. А некоторые, как вот, например, меня в жару помести, и я это, кстати, не только на себе. Работая когда с завмастерскими, мы часто, ну, бывают такие, к сожалению, погодные условия, когда временные не приходят. Ну, просто не приходят, и все. Ну, встали в пять утра, дождик пошел, они легли опять спать, потому что думают, что сбора нет. А в шесть утра солнце вышло, но их уже не соберешь. Вот, и поэтому приходилось выводить своих слесарей. У меня в подчинении в некоторые годы больше ста человек было. Ну, это абсолютно неэффективно, потому что ты берешь всех этих сварщиков, токарей, слесарей, выводишь в поле, и ничего ты от них не добиваешься, потому что в грядке, ну, они не приспособлены. Ну, они не для этого. Он прекрасный токарь, отличный сварщик, ну, как сборщик ягоды он, ну, никакой. Он говорит, через полчаса у него спина разваливается, он ложится в грядку, ты хоть убей его. И он говорит, я даже на огороде, на своем, когда мне жена говорит, что пойдем собирать ягоду, я говорю, все шо угодно, но я не пойду ее собирать. Ну, тоже нет, он может отказать, руководитель не может, поэтому лежит в грядке. И тут надо понимать, что есть определенные вещи, которые выполнить, ну, невозможно. Поэтому это проблема общая, и о ней говорили, ну, представитель медицинского хода сказал, мы написали в Минтруд, ждем ответа. Они принимают решение так долго, что, знаешь, когда уже, например, надо собирать урожай, они только на посевные деньги выделяют. Ну, мы пытаемся как-то решить этот вопрос. Сейчас у нас интересная тенденция пошла. Мы очень высокую зарплату платим для ручников. Несмотря на это, имея дефицит рабочей силы вообще в Москве, в Московской области, в ближайших регионах, наших работников из сопределенных ресурсов стали переманивать на строительство. То есть, они просто приезжают и говорят, мы вам зарплату заплатим больше, только придите к нам, потому что у строителей тоже такая же проблема. На тяжелых, неквалифицированных работах таскать кирпичи, еще что-то делать, ну, не идут российские граждане, ну, не хотят. И тут проблема даже не в этом. Понимаешь, часто говорят, что вот, узбеки вам дешевле обходятся, неправда. Работники иностранные обходятся гораздо дороже. У них только по доходу наук 30%. У них патенты. Их надо обеспечить нормальным проживанием. Мы их кормим три раза в день. Но нет, чего не делаем со своими работниками. И поэтому, если посчитать все затраты, то получается, что даже дороже, чем обыкновенного работника, который живет здесь, применить. Потому что наши же не платят ни коммуналку, ни... Ну, там много чего не платят. Но общая тенденция ягодного союза в том, что в прошлом году мы не собрали процентов 20 урожая. Он вырос, а мы его просто не смогли собрать, потому что не было работника. Если эта тенденция сохранится, то какой смысл производить, если ты собрать не сможешь? А это везде повсеместно. Липецк, Тула, Краснодар. Практически везде. Из-за того, что не хватает рабочей силы, вот такой низкоквалифицированной, будет не до сбора урожая. Сколько в Ягодном Союзе входит в него членов? 64 постоянные организации, которые... Ну, это как преимущественно, так называемые, крупные производители сельхоз ягод. Потому что мелкие фермеры, они не так... Их надо в кооперативы собирать. И кооперативы должны уже стать членами Союза. Но крупные организации 64. Плюс еще вот в этом году мы приняли 8 новых членов. То есть только разрастается Ягодный Союз. Ну, опять же, просто знаешь, как горе от ума. Если посмотреть, как создавали союзы аграрные в Америке, то они бы создавались при полной поддержке государства. Мало того, государство всячески провоцировало на создание этих союзов, потому что, например, доступ к различным ресурсам, к льготам, к субсидиям можно было получить в Америке только через аграрные союзы. В результате аграрные союзы стали крупными общественными формированиями, которые в том числе влияют и на политику. Потому что, например, без ассоциации СОИ, например, выиграть выборы в Айове невозможно. Потому что фермеры настолько сильны, что каждый, кто хочет стать политиком, он должен учитывать мнение ассоциации в сельхозштатах. И я к тебе такой пример приведу, он очень интересен. Трамп, чтобы выиграть выборы, в прошлом году беспрецедентные условия поддержки сельхозпроизводства сделал. В себестоимости продукции 39% у фермеров это господдержка. Представляешь, 39%. Все рассказывают, что Америка сильная страна с точки зрения сельхозпроизводства. Действительно, они там производят огромное количество зерна. То есть, вообще, всей их сельхозпродукцией является такой главной уже поставляющей производства, то есть, сельхозпроизводительный в мире. И, несмотря на это, 39% в доходах фермеров это ассигнование из бюджета. А в Америке вообще, в Европе до 50%. Вот бюджет Евросоюза, именно потрачен на сельское хозяйство, позволяет фермерам даже при падении цены и катаклизмах выживать совершенно спокойно. У нас же мы получаем, по-моему, то ли 1, то ли 2% в доходе фермеров, это вот аграрная поддержка. То есть, это ни о чем.